Подожди! Сезар, руки сюда, садимся. Раз, два, три. Только вперед. Таков жизненный девиз тренера, обладателя третьего дана по карате Виктора Проценко. Уже более десяти лет в Видновской гимназии работает клуб «Золотой дракон». И за эти годы не счесть тех, кто с его легкой руки постиг секреты древнего боевого искусства. В этом спортивном зале наш герой проводит практически все свое время, ведь у него более сорока учеников. И каждому из них свой подход. Каждый узнает секреты мастерства от своего сенсея, или по-русски говоря, наставника. Кажется, карате всегда была в жизни Виктора Владимировича. Ведь свой выбор он сделал еще в детстве. Когда мы были маленькие, мы все в 80-х годах видели фильмы с Брусли, Джеки Чан, Чак Норрис. И все, конечно, хотели заниматься единоборствами. И стремились попасть. Но попасть было очень тяжело, потому что секции открытых таких прям не было. Поэтому где-то сами занимались. А потом студенческие годы, когда посчастливилось попасть в студию «Киа Кусинкай карате». И спортивная карьера Виктора Проценко стремительно понеслась вверх. Черный пояс, 10 лет сборной России, чемпион нашей страны, Европы, Азии, Китая. Одна победа сменяла другую. Даже с женой он познакомился на соревнованиях. А четверо дочек, как вы думаете, каким видом спорта занимаются? Конечно, карате. Причем по собственному желанию и очень успешно. Диана Проценко в свои 14 уже неоднократная чемпионка Европы и России. В этой ситуации он относится ко мне, как к обычному спортсмену. Потому что на тренировке он сам так говорит. Нет папы, есть только сенсей. И нужно работать и не надеяться на поблажки, даже если ты его дочь. Ты должен доказывать, что я достойна и могу все. Вообще, золотой дракон – настоящая кузница звезд. И мальчишки, девчонки уверенно постигают спортивные вершины. А ведет их к победе, конечно же, Виктор Владимирович. Он поддержит, посоветует, приободрит. И проявит строгость, когда нужно. Он хороший, добрый. Очень хорошо тренирует. Мне все нравится. На сборах он дисциплину всегда поддерживает, чтобы все себя хорошо вели. Я бы тоже хотела, когда вырасту, стать как Виктор Владимирович тренером по карате. Только Виктор Владимирович. Потому что он никогда не показывает боль, усталость. Слезы и все такое. Именно несгибаемый дух, самодисциплина, плюс терпение и труд – вот формула того, как маленькие русские богатыри превращаются в больших спортсменов. Пусть через боль, через стиснутые зубы, стертые кулаки. Но оно того стоит. Каждый раз, когда ты выходишь, это же единоборство. Здесь приходится со своим страхом, с болью бороться, со своими какими-то неуверенностями. Но кто через это проходит, он всегда становится уверенным в себе, сможет защитить себя, страну свою. И как бы уважение, которое закладывается здесь, оно переходит и дальше вообще не везде. Присоединиться к дружной семье Золотого дракона можно с самых ранних лет. Здесь всегда с радостью скажет японское приветствие ОС. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.